Итак, перед просмотром этого видео советую вам опробовать вот этот вот вкусненький батончик, съесть его, наполнить мозги умом и, собственно говоря, играть в Resident Evil 4. Здарова всем! Пацанчик, здорово тебе! С тобой я Кирилл, и я, собственно говоря, продолжаю дальше, как говорится, проходить в Resident Evil 4. Это уже у нас второй сезон, седьмая, по-моему, если я не ошибаюсь, серия. Итак, секундомер я уже засек. Так, перед началом видео я попробую вот этот вот батончик вкусненький. Тебе тоже советую. Вот так попробуем его вот так вот, видишь? Ну и все, проходим. Как говорится, ковыляем дальше в Resident Evil 4. Итак, в прошлой части мы, в прошлой серии, мы убили Росомаху, познакомились с новым персонажем Ады Вонг, снова озвучкой познакомились. Но, собственно говоря, мы продолжаем искать Эшли, которые похитили Ашбу, позапрошлой части, если я не ошибаюсь, и идем вперед. И так, тут на суде есть данные поиски, но они нас еще не видят, и это благо. Мы используем на них смертелое оружие, и это... На первом, прям хэдшот нафиг, 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 нафиг. Мы ничего не видим. Они, если пошары тупые, чурки, тупорылые. Суббота, нафиг, нафиг. Суббота, нафиг. Попик. Вообще плевать на этих дебилов. Главное победить, а остальное пофиг. Блин, нафига я ее опять использую? Ну и... Что за бред мы? Почему я косил в нем? Я считаю еще не понял. Да ладно, я думаю, на самом самом деле, он очень любит. Катризовали вы, нафиг. в 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 продолжаем в 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 так в в один очень приятный сюрприз в в в в мы сможем очень быстро пройти мошку 2 обидно любит то есть это было может отбаваться с лазаром пройдем и потом принцесса то есть решить прямо так что простить это моя конкретная декабря свои конфеты дать это государство причем не одни отборки дают давайте пистолет открывалась я хочу злойку ул так тут не будет очень неприятны такие вот попавший попавших и наше однако уже заводили и укрытие мы же ангелы ты че она меня с домом да это было элементарно у вас в дальнейшем два дня не записывал серии потому что у меня было очень много дел там уроки тетрадку и я пошедюшка давно уже не видел как бы так сказать ну ты не боись все будет нормально мы сейчас заберем оружие и все будет просто не на блин спаси тебя по серии да и так сейчас мы его завалим блин я забыл что у него хотя он так посылал я забыл что у него на башне это хрень стоит я думал у него нет хрень да ладно еще один остался но я не знаю чем уволить ну конечно нам ни хрена не дают патронов от пистолетов это продолжаем дальше убирать оружие ух ты ни хрена себе офигенно нет пока мы ракетницу не берем мы покладем патроны патроны мне уже нравится патроны к пистолету мне нужно взять все таки как никак ну вот он дебил патроны все окси с чего я уже второй раз в дебил использовал аптечку просто так случайно нажат на кнопку ну да ладно подумаешь одна две аптечки главное что не пять так у нас не помещается ракетница у нас есть блажа единственный плюс в том что мало патронов там аптечек в том что можно поместить рпг это очень хорошо тут у меня такая небольшая проблемка блин тут джойстик нужен я его сука не подключил ну думаю мне места хватит в принципе то в принципе то должно хватить да хватает а блин ё-моё я же должен как то ее поставить а ну мы же можем ее взять сейчас точно я же забыл вот так все видишь видишь и она сама по себе поставилась вот все отлично мы все взяли итак идем дальше ну такие дебильные моменты мне нужно обязательно что джойстик нужен не знаю как это версия попал открывайся тыс так ух я бы ее шучу так бежим собственно говоря дальше сейчас будет опять сохранение я пока думаю нет смысла покупать этот инвентарь больше так как у меня и так вообще мало предмало патронов так что сэкономим как говорится деньги что будет 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 мы подойдем с удовольствием вот он дебил да посмотрим записал нормально 7 минут продаем сэконом целом 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 и и сэкономер сэкономер так вот мы пока не покупаем просто вместо хватит что мы можем купить аптечку отлично покупать и и все нормально улучшаем что можно улучшить все ничего не делал все нормально идем дальше сохраняемся так я не знаю будет ли вы а нет сейчас кстати будет ролик один с луисом там будет да пошли неча ты знаешь какой сейчас будет ролик и Димыч Андреевич тоже знает что вам споделить тоже бесполезно в эту группу проходили ну конечно только отличие в том что Димыч Андреевич на легкое пошел чик на профессиональный ну да пофиг смотрим ролик да и придется нам с этого момента друзья распрощаться с МКУ Василиумом к сожалению это так я заплачу Ну ладно, сейчас смотри ролик. И мы продолжаем проворачивать громкие делишки в игре GTA 4. на камеру когда снимаешь от каждого блять второго врага пиздюлей получаешь вот детка да я доказал что я смогу ли он сука кеннеди беги в укрытие беги лёня беги 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 это был берни крэйн он рассказал примерно следующее вот в общем у меня проблемы моему мужчину шантажирует гандон тугает вот это совпадение наш главный шантажист оказывается в придачу и старый знакомый дмитрий мать его раскалов этот алчный подонок трясет деньги с кого только можно видимо политика для него также не осталось в стороне а дело то в общем в том что любовничек берни является по совместительству не просто каким-то неизвестным парнем с улицы я знаю гандон 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 что он стал вот так что чуваком да его озвучивал дублировал он кассирин так вот тоже очень охрененный чувак и черт возьми мы потеряли у вас не либо кто будет развлечивать кул не можем трогать кассирин поставить еще кого то озвучивать это хреново хреново ну гадский хаотикс я бы того хаотикс и сам нофиг но но стилю г бюджет но он так примут облуду пол а то что деда хаотикс хоть озвучивался чуть-чуть это давно хаотикс уже не видели еще сц с церкви еще ну да ладно все проходим дальше а потеряли так потеряли потому что они но были учебу лапы дурин плакать послужить смысл потеряли все уже ничего не изменить этот человек уже отправляется на на небеса плакать не плакать это это золотом если потерял человека там но он но существует он не умрет да ладно можно плакать но когда потерял человека и он умер тогда просто нет смысла плакать то что он уже никакого не вернуть это хреново но есть конечно и плюсы мы наконец нашли эшки и скоро паша пацанчик ты знаешь что будет и так далее да правильно правильный ответ мистер шелок холмс итак здесь у нас помоя закрыта итак нам нужно спасти эшли вы не можете покинуть но мы даже должны пойти в эту дверь потом когда мы уже ее выручим точнее я так сказал она себя выручит но сначала мы ее выручим тем что вытащим ее из окопа ну вот этого вот такого тупых тупорылых окол итак сейчас закончится время нужно быстрее ее спасать с пистолета ее рискованно хотя можно в принципе с пистолетом главное не цельте в середину кого нибудь там вправо или влево вот так как я то что если в середину вы можете пасть в нее пообъясняю почему потому что лион когда целится происходит у него движение движение оружия при прицеле что такое ребята всем доброго времени суток с вами полина а вот и начинаются наши старые добрые хачи хачи москвичи ну и конечно уже лучше мочить с винтовки поправочка со снайперской подъем помогите нас это не хорошо но зато все равно убили так я думаю тут должны всех отбить это наподобие миссия войсити подавая сити дали мы должны спасти кубинцев тоже должна отстреливать их свинтовки право и все такое так тут надо найти тут дверь на закрытых мы находимся у этого года дебилы так скажем подводим подводим посетить это долл я не пропустил что это косой не то что придавал пивасе учетов что то попал конец почитал он что такое вот перезарядили это первых учетов это не просто не дал так что то и всем понавесим сметочку она что то дела она делала ключ амперезаряжаемся меняем на пистолет и так мы открыли дверь и вот он момент истины и начинаем играть за эту дуру эшли смешно в том плане что у них нет нет никакого оружия даже ни ножа ну и мы конечно за нее найдем одну пачку патрончиков ну что мы с тем можем сделать мы же можем ее кинуть во врага правильно так что вот и вот такая вот беда ну и в чем благо в чем сущного в том что нам за нее и поиграть то много то не дадут так что можно немножко так расслабиться но сложные этапы будут что не у них ничего нету даже у меня даже есть и то в реальности хотя бы ключи с собой или телефону у меня даже этого нет так пока мы нашли только желтую траву но что то тут есть я точно помню что тут еще есть нет за решки конечно играть не очень так тяжело хотя на это сложности тяжело сейчас я объясню почему итак мы сохраняемся надеюсь подсознание тебе понравилась новая озвучка я на это надеюсь которая была с хаотиксом там с кем из членов итак тут начинается момент истины мы видим врага ну что же как по привычке мы нажимаем на то что прицел за пистолетом но не целится потому что у нее оружия нет и стелсом пройти тоже не получится потому что он так и так запарит по скрипту это бесполезно хотя может как то и можно и кто его знает можно как попытаться но он все равно он заметит это зависит от приближения к нему неважно как хоть ты хоть ты иди хоть без воздуха все равно он тебя запалит хотя может не запалит ну я же говорю запалит с город прийти от меня тело пока что в обмаке назвать нельзя так он на девушку но потом если один такой у нас осталось не так много времени играть поэтому скорее всего этап заняется еще на ту часть мы так садом бросаем но вы думаете что он сейчас упал издох да так оно есть на лёгко но специалисты сумка лучше не сдох все продолжают жить гад этот тупорылый дебил но есть плюс конечно что можно проползти вот так и что так быстро то я не успеваю сделать почему так быстро на лёгко же помню он не быстро бежал никому это все рассказывают еще есть на лампах не знаю с двух баллов завалив что за загадка такой так как и какие то какие то кто кто джон нажимаем на кредо как у клуба в принципе как угодно нажимаем корни в столбах по крапору ищите я не помню 3 лампы и мы его избавились и не наподобно не разлить вода так вот делать не знаю помните три раза попадать то по моему все они уже потом бежит она пока кинет он уже добежит до нее и вот и вот и не знаю правда это или неправда одной лампой то есть невозможно всеми лампами может быть супер методом не знаю хипстер вот видите видишь пошли опять двумя лампами попал одной как назло не попал почему с чем это связано не за моей же косости правильно потому что он бежит гад м тут она может быть уже аж два часа теперь нам мешается но как от него избавляться в принципе нам тут остались ахренеть у меня жизнь это много отбавляется конечно полностью не давать на этом и и что ты не сделаешь пилот 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 за 5 ворота ну давай идите сюда ты иди сюда дебюты можешь бежать тупак 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 повезло все наконец то все в общем то там полностью что то можно было открыть мы это откроем а где же открывать тоже можно было открыть это странно когда мне смотришь она будет серого цвета а когда ты ее берешь она уже какого-то розового цвета странно не заметишь пошли итак тут у нас уже время поджимает ну ладно сейчас мы этот этап пройдем и собственно говоря все да и за это еще хочу сказать что в таком случае будет такая сложная головоломка точнее когда проходишь первый раз она действительно сложная но в ней есть один такой принцип по которому можно очень быстро ее пройти как раз таки ты пошли мне его и подсказал первый раз я помню очень долго обучился с этой головоломкой головоломка с пазлами но тем не менее она проходится по обычным принципу практически даже по тому же принципу что и головоломка с картинами как ты помнишь еще до ролика с мошкой там дверь открывать так вот собственно говоря тут две двери и красная трава да конечно не получилось там сохранить одной из аптечек так и так эти дебилы ее взяли это конечно хреново это крайне убога но тем не менее мы продолжаем на легкое настроение может их можно убить но почему то как назло одной из ламп эшли постоянно косит может это я такой может я такой косой дебилы ну да ладно и вот это одна из тех подбачек патронов которые мы находим вот так же за нее и мы находим еще что-то прочесть давайте прочтем одна из шесть одна из шести страниц записка слуги МКОС блин какой МКОС блин что это блюдо мы мошки Салазара пофиг зная что у Сера Рамона Салазара нет семьи лорд Садлера воспользовался его безграничной безграничной верой было с Иллюминатос и уговорил снять печать с Ласплагос наложенную одним из его предков С Салазар никогда не сделал бы это если бы ему было больше известно о прошлом нужно было раньше догадаться о грязных планах лорда вина за все происходящее лежит на мне я не знаю что затевает лорд но доверчивостью Сера Салазара просто воспользовались сейчас слишком поздно что-то предпринимать лорд Садлер уже освободил Ласплагос когда паразит становится взрослой особи в теле человека пути назад нет паразит Ласплагос не погибнет пока жив его носители исцеления от него нет возможно мнение Сера Салазара о планах лорда было ошибочным сейчас уже сложно что-то сказать я ничего не могу с этим поделать на протяжении многих лет я служил себе Салазар и буду служить им до конца жизни итак мы пошли записку по ходу Этилосплавия продолжают распространяться это в общем могу привести пример так тут находится углубление в общем мы должны найти углубление в противоположной двери и вставить его сюда откроется лестница и мы сможем подняться назад и наконец таки встретиться с Степаном ГД ой блин с Степаном ГД с Леоном но чтобы мы это сделали мы должны пройти через рыцарей и одну головоломку и этом пройдем в следующей части по Санючек и встретимся с Леоном так и на этом я заканчиваю прохождение хотя собственно говоря как я его закончу когда мне придется сам опытом вернуться и сохраниться на машинке чтобы продолжить потому что как сказать как бы это сказать я там этих дебилов поставил ну да ладно это у нас была 7 серия прохождение 2 сезона Resident Evil 4 второй сезон 7 серия здесь тебе понравилось пацанючек сейчас мы играем тут за Эшли еще одну серию мы за нее поиграем прикольно такая шлюшка ну да ладно не важно поели мы тут по точке посмотрели жальщие ролики очередные со Степаном ГТ геймерс ченнел хаотикс и МКуа Силим да конечно жалко мы потеряли МКуа Силима но он был хорошим чуваком и он будет жить в наших сердцах вечно ну мы потеряли его благо здесь в игре они в реальности так что все нормально и так все с тобой были Кирилл канал ты их знает что и удачи тебе и пока увидимся в следующей серии гепта